Доброе утро понедельника! Начинаем новую неделю с чудесного настроения, легких дел и хороших новостей. В эфире программа «Утренний эспрессо» телеканал «Беларусь-4 Брест». Ведущая Яна Пикула и Андрей Палагин. Мы рады встречать новый день вместе с вами. Как всегда, подготовили много всего интересного и актуального. О чем именно сегодня поговорим, узнаем из краткого анонса. Сегодня в «Утреннем эспрессо». Первый центр допризывной подготовки открылся в Барановичах. У кого появится возможность осваивать новые навыки, узнаем в нашем сюжете. Неправильное использование или производственный брак. Будем разбираться вместе с экспертами. Чем крыжовник полезен для организма. Расскажет рубрика «Будем здоровы». Утренний совет, который действительно работает. Улыбайтесь сразу после пробуждения. Да, возможно, улыбаться без причины глупо, но именно так хорошее настроение станет посещать вас в утренние часы. И вы увидите. Новый день обязательно принесет радость, если утро вы начнете правильно. Думайте о хорошем, друзья. А пока вы настраиваетесь на позитивный лад, мы предлагаем посмотреть прогноз погоды в Первом регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 23 сентября ежегодно По статистическим данным, в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром. К слову, в большинстве стран жестовые языки имеют официальный статус. Так имеются русский жестовый язык, британский, американский, австралийский, французский и многие другие. Всего их в мире более 120. Вот такая интересная информация. Ну что ж, по традиции мы движемся далее. И у нас рубрика «День в истории». Посмотрим, чем же еще отметился этот день в ленте мировых событий. На календаре 23 сентября и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1914 на свет появился Иван Тмухайлом, автор пейзажей, натюрмортов и сюжетно-тематических картин. Еще при жизни он получил прозвище «Белорусский левитан». Его произведения сегодня украшают собрания рядом музеев страны. В 1918-м родился Аркадий Мавзон, автор пьес «Под одним небом», «Константин заслонов», «Твой светлый путь» и других. Написал сценарий к фильмам «Зеленые огни. Впереди крутой поворот». Имя драматурга носит одна из улиц его родного города Витебска. В 1924-м родился Артур Вольский, автор сборников поэзии «Отблески далеких маяков», «Доброта», «Пьес» и киносценариев. Написал первую белорусскую оперетту для детей «Степан Великий Пан», автор учебников для школьников «Белорусочка» и «Буслянка». В 1943-м году освобожден от немцев первый белорусский поселок Камарин. Битва на Днепре была эпичной. Советские войска форсировали реку сразу на 23 плацдармах. Линия фронта растянулась вдоль берега более чем на 700 километров. В 1980-м в Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка «Акула». Создавая девятиэтажный гигант, конструкторы о рекордах думали в последнюю очередь. Главной задачей было обеспечить сохранение военного паритета между СССР и США. Еще раз доброе утро, особенно тем, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем делиться интересной информацией и захватывающими фактами. В 2024-м году ключевыми трендами в дизайне остаются минимализм, комфорт и технологичность. А вот если смотреть наперед, становится очевидно, что во всех сферах нашей жизни в моде экологичность. И экологически чистое решение в интерьере становится уже стандартом. Натуральные материалы, такие как дерево и камень, нейтральные природные цвета и текстурные поверхности, все это создает атмосферу гармонии в вашем доме. А вот если вам хочется добавить энергии и индивидуальности, специалисты рекомендуют поиграть с контрастными яркими цветами. Программа «Утренний эспрессо» продолжается. Далее «Лунный календарь» расскажет рекомендации Луны на сегодняшний день. Фаза Луны. Третья четверть. Луна убывающая. Символ дня. Топорик. Период внутренней трансформации. Есть шанс начать жизнь заново. Учиться в этот день легко и приятно. На высоте и мыслительная деятельность, и способность к концентрации на сути проблемы. Прошлым бедам и неприятностям захочется мысленно помахать рукой. Чтобы не портить настроение ни себе, ни окружающим, подавляйте негативные эмоции. Простите тех, кто причинял вам вред. Рожденные в этот день склонны к самокопанию. Они все принимают слишком близко к сердцу. Организм будет подавать сигналы, если что-то вдруг окажется не в порядке. Не занимайтесь самолечением. Максимально снести физические и психологические нагрузки. Растения нуждаются в поливе и подкормке. Рекомендуется стричь траву и делать прививки. Благополучно пройдет посадка винограда и малины. Откажитесь от участия в решении чужих проблем. Исключите неактуальные заботы. При любом удобном случае полежите. Расслабьтесь. А теперь поговорим о покупках. Ведь действительно приобретение новых вещей не может нас не радовать. К сожалению, встречаются случаи, когда в результате непродолжительной носки на товаре обнаруживаются дефекты. Возможно ли доказать, что это производственный брак? Узнаем в нашей следующей рубрике «Эксперты в деле». В последнее время покупка одежды, обуви или иных предметов гардероба происходит нажатием одной кнопки. Достаточно зайти в приложение и выбрать понравившееся изделие. Согласитесь, быстро и удобно. Однако, так ли легко вернуть товар, который в результате непродолжительной носки проявил дефекты? С такой ситуацией можно столкнуться не только на популярных маркетплейсах, но и при покупке товара в магазинах, местах розничной торговли. Ведь доказать покупателю, что вещь имеет производственный дефект, непросто. Особенно, если продавец находится по ту сторону экрана. История пинчанки длиной в полгода является тому примером. В наше экспертное подразделение обратилась женщина с просьбой провести товаровическую экспертизу. На исследование она предоставила пару ботинок. Данные ботинки принадлежали ее дочери. В ходе непродолжительной носки на обоих полупарах ботинок на подошве образовались трещины. В ходе визуального осмотра и микроскопического исследования было установлено следующее, что подошва имеет цельмоформованную полимерную структуру, а также ячеистое образование. Данные ячейки были продавлены в пяточной части обоих полупар. В результате совокупности признаков было установлено, что образованные продавленности решетки подошв образовались в результате естественной носки обуви, что повлияло на образование трещин в продольных частях по грани каблука и в пучковой части подошва. Таким образом, экспертам-товароведам был сформулирован следующий вывод. Исследуемая пара обуви имеет скрытый производственный дефект, который образовался в результате использования некачественных материалов, а также конструктивных особенностей процесса изготовления обуви на стадии его производства. Получив заключение эксперта, Пинчанка повторно обратилась к продавцу, который готов был принять товар с дефектом и вернуть деньги, однако только за покупку. Расходы женщины, связанные с проведением экспертизы, компенсировать отказался. Но закон о защите прав потребителей говорит обратное. Данные расходы в этой ситуации рассматриваются как убытки, понесенные потребителем в результате приобретения некачественного товара, и продавец обязан это требование удовлетворить. Зная это, Пинчанка обратилась в суд. За правдой. До судебного порядка урегулировать конфликтную ситуацию все же удалось. Представитель интернет-площадки согласился на предложенные условия и возместил расходы, связанные с приобретением некачественного товара, а также моральный ущерб в размере 400 рублей. Справедливо? Обращение в экспертное ведомство помогло женщине восстановить законные права и интересы и доказать, что купленная обувь имела производственный дефект. С аналогичными ситуациями в своей практике специалисты Государственного комитета судебных экспертиз сталкивались не раз. Ежедневно, путем личных консультаций и телефонных звонков, к нам обращаются граждане с просьбой провести товароведческую экспертизу. Обращаются с различными объектами. В основном это одежда, обувь, постельные принадлежности, мелкая бытовая техника. Сроки проведения экспертиз могут варьироваться, но, как правило, не должны превышать 30 календарных дней. В случае возникновения ситуации, связанной с покупкой некачественного товара, обратитесь к продавцу. Если решить спорный вопрос все-таки не удалось, специалисты экспертного ведомства помогут расставить все точки над «и» в установлении, действительно ли покупка имела производственный брак. Яна, вот мы часто говорим, что на нашу судьбу влияет выбранное имя, знак зодиака, даже фазы Луны, и то влияют. Оказывается, астрологи к этому списку добавляют еще и день недели, в который мы появились на свет. Да, вот, например, люди, которые рождены в первый день недели, достаточно счастливые и способные. А также они всегда знают, как хорошо заработать. Дорогие телезрители, помните песню «Остров невезения». Так вот, запомните, все это неправда. Люди понедельника очень даже везущие. А вот о звездном везении мы поговорим в нашей следующей рубрике. Смотрим гороскоп. ОВЕН С самого утра бегите в магазин. Планеты уверены, можно совершать дорогостоящие покупки. Они окажутся оправданными и будут долго радовать вас и близких. ТЕЛЕЦ Любые недовольства другими людьми сегодня лучше сразу обозначить. Правда, если речь идет о руководителях, то это нужно постараться сделать тонко и деликатно. БЛИЗНЕЦ Планеты советуют избегать мутных схем и договоренностей. Попытка изменить какие-то факты может дорого стоить. Будьте на чеку. РАК Не принимайте радикальных решений в финансовой сфере. Если почва для них не подготовлена, заблаговременно. Помимо этого, будьте внимательны при заполнении документов. ЛЕВ Можете забыть все, что планировали сделать. Все сложится совершенно иначе. Самым верным объяснением тому или иному фокусу вами выкинутому будет желание развлечься. ДЕВА Важно окружить себя людьми, которые понимают с полуслова и доверяют безоговорочно. Некоторые события этого дня намекнут, как стать полноправным режиссером своей жизни. ВЕСЫ Вы позволите себе легкое мошенничество. Не увлекайтесь и не давайте себя хоть в чем-то заподозрить, даже если действуете исключительно с благими намерениями. СКОРПИОН Вас ждет достаточно тихий день, когда можно себе позволить заниматься любимыми делами. Скорее всего, появятся новые задачи и цели, которые решите тут же реализовать. СТРЕЛЕЦ Планы будут, по всей вероятности, поломаны метеоритным потоком случайностей. Слишком уж много подводных камней ожидает вашу чересчур эмоциональную натуру. КОЗИРОК Найдите способ сдерживать внутренние порывы. Тогда силы и энергии будет хватать на все. При решении финансовых вопросов стоит прислушаться к своим ощущениям. ВОДОЛЕЙ Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им. Светило настоятельно рекомендуют уделить время укреплению здоровья. РЫБЫ Утро преподнесет много суеты. Старайтесь решать все проблемы по мере поступления. Тогда вечером сможете отправиться на свидание или приятную встречу с приятелями. КОЗИРОК Каждый взрослый человек начинает свой путь еще будучи ребенком. И этот путь начинается с простой детской мечты. Именно к исполнению своей детской мечты всегда и стремилась наша сегодняшняя гостья. Сегодня у нас в гостях Элен, солистка военного оркестра, певица белорусской эстрады. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот у вас в копилке очень большое количество песен, произведений. Расскажите, как вы их сочиняете? Ой, по-разному. Происходит вдохновение в разное время. Бывает иногда и ночью. Иногда бывало такое, что строчку некоторых песен я придумывала во время даже сна. То есть утром просыпаюсь так, смотрю, вспоминаю, вернее, что я приснила. И вот из этой строчки начинаю уже развивать, и получается очень даже неплохой текст. Ну это знаменитая такая история Высоцкого, когда он просыпался в середину ночи и записывал на обоих. У вас такое бывало? Ну на обоих не бывало. У меня покрашены стены. У меня такое случайное озарение все-таки приходит. Расскажите, о чем ваши песни? Ой, в основном мои песни, конечно же, о любви. Но недавно в моей копилке появились еще и военные песни тоже. Но я являюсь не автором текста, а автором музыки. Есть у меня такие новые три песни. Это «Белорусский спецназ», «Спасибо за службу» и «Внутренние войска». А еще у меня есть песня, недавно тоже появилась «Беларусь, Россия». Это вы ко всем произведениям написали музыку, я так понимаю, да? Да, да, да. Но автор текста не я именно в этих песнях. А мои песни в основном о любви. Любовь ее счастливая. Конечно, конечно. Как это, небезответная, что ли? Кстати, вот сегодня я принесла вам клип на песню «Там». Именно эта песня немножко о той любви, которая не состоялась. Там даже есть такие слова «Там, там, там». Такие важные слова «Не сказал, невзгоды, беды пополам». То есть парень не сказал того, чего хотела девушка. Вот. То есть это что-то такое новенькое для вас в какой-то степени. Да. Ну, еще мы про песню «Там» сегодня поговорим. Хотелось бы спросить про вашу творческую деятельность. Мы знаем то, что в вашей копилке много наград. Расскажите о них. У меня и много песен, и даже есть две медали. Это не награды, это две медали моей работы в исковой части. Бурная концертная деятельность. Вы часто выступаете на разных площадках. Расскажите, вот какие выступления у вас были за этот год? Выступлений хватает. Ну, понятно, что все вот праздники, которые такие значимые, как 9 мая, 3 июля, 17 сентября, 14 сентября тоже был день города Минска. Поэтому, кстати, поздравляю всех с прошедшими праздниками. Желаю всего самого-самого доброго. Ну, вот если коснуться все-таки момента творчества, мы знаем секретная возможная информация для некоторых. Так, так, страшно. Не переживайте, это можно, в принципе, в открытых источниках тоже найти. То, что у вас есть небольшое свое такое подворье. Кроме того, что вы занимаетесь творчеством, вы еще как-то... И вот у вас есть курочки, есть... Они несут яички, и вы за ними ухаживаете. Откуда вы знаете? Вы что, подписаны на мой ТикТок? Да. Курочка Леночка, да? Да, действительно, есть у меня свое хозяйство небольшое. 17 у меня курочек и 3 петушка. Вот, у меня красивые голубые яйца от породистых кур. Мне очень интересно, как вы успеваете совмещать и творческую деятельность, и концертную деятельность, написание песен. Курочек, профессиональную деятельность, ну, это... Поделитесь секретом. Правильно говорят, что движение – это жизнь. Вот, поэтому после работы два раза в неделю я езжу просто к своим курочкам и их кормлю, и собираю яйца. Ничего сложного абсолютно. Ну, вот, бывало такое, что вы к себе на подворье, я такое слово выбрал, конечно, интересное, но, мне кажется, оно очень хорошо отражает вообще суть процесса. Приезжаете к себе вот туда вот в Дудутке, и не то, чтобы даже покормить курочек, но, может быть, насладиться чистой природой, как-то вот исчерпать вдохновение, может быть, даже отдохнуть. Вот какая атмосфера у вас царит именно там? У меня получается достаточно такая бурная, скажем, жизнь в Минске, и поэтому, получается, когда я приезжаю в деревню, я, по сути, отдыхаю. И очень интересно то, что, скажем, как говорят, малая родина, но это не совсем малая родина, я там не родилась, и мои родители там не родились. То есть даже бабушка родилась уже в Минске, но когда-то в этом доме жила наша прабабушка. То есть, скажем, мы уже сделали такие свои перестройки к этому старому дому, которому больше уже ста лет, и там какая-то такая энергетика. Вот ты приезжаешь, и вот эту вот суету городскую ты, по сути, обнуляешь там. Оставляешь в Минске? Оставляешь, да, негатив. Да, и отдыхаешь все-таки. Да. Кстати, я корм своим тоже иногда включаю песни, они у меня слушают меломаны. И сразу начинаются объемы расти, я так понимаю, что тоже. Расскажите, вот давайте сейчас коснемся более детально все-таки песни «Там». Там. Почему такое название, что оно символизирует, наверное, и что отражается в песне уже по отношению к названию? Вы знаете, вообще нужно все делать вовремя, как и в этой песне, что произошла встреча, парни и девушки в определенное время даже в песне поется «Три дня как будто сон». То есть три дня как будто сон, и в какой-то момент девушка ждала, что парень что-то ей, скажем, предложит, не знаю, встречаться, общаться там. Но получилось так, что у них, они разошлись, и все. Вот поэтому всегда нужно все делать вовремя, и вот в этой песне именно про это и поется. Это такая песня небольшая с маленькой долей морали, что вот не нужно так поступать, нужно быть гораздо смелее. Да, нужно делать все вовремя. Насколько я понимаю, мы сегодня не только услышим, но и увидим премьеру вашей песни. Расскажите про клип, как проходили съемки, как пришла вообще идея, задумка клипа? Ой, Яна, песня, кстати, уже полтора года. Эта песня не новая, но ее очень любят слушатели, и я всегда пою с удовольствием, и со мной поет весь зал. Там, 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 такие важные слова. Вот. Короче говоря, песню очень любят. И я долго думала, как же снять клип. У меня даже было три встречи с разными режиссерами. На протяжении вот этих полтора года мы хотели сделать сначала с одной компанией, но почему-то у нас не сложилось. Потом еще одна была тоже компания. И получилось так, что в какой-то момент я уже психанула, думаю, все, снимаю клип. Ну, нравится песня, людям нравится, мне нравится. И написал парень, что он может заняться съемкой именно моего клипа, именно эту песню, что ему нравится песня. Это тоже очень важно, когда режиссеру нравятся песни. И, в общем-то, он показал несколько своих работ с известными артистами. Я думаю, ну, почему бы и нет. И все. И мы как-то в течение одного дня быстренько все сняли. Все просто вот сложилось. И время, и место. И нам дали прекрасный номер в президент-отеле. Президент-сует, это президентский номер. 500 квадратных метров. Мы, когда пришли, мы поначалу так блуждали, в каком месте, какую выбрать локацию. Вид там шикарный. Но мы вид не показывали в клипе. Там буквально две локации, по-моему, из этого номера. В общем-то, изначально тоже планировалась съемка клипа не на нашем вокзале, а планировали снимать в аэропорту. Но получилось, что тоже подвел человек, он не приехал. И все сложилось вот прям как должно было быть. Все должно быть своевременно, правда? Да, потому что даже в песне поется, что... Поется про вокзал, про железнодорожный вокзал, а не про аэропорт. Вот. Ну вот как-то вот такая мистика, и получилась такая красивая история любви. Ну вот многие артисты, кстати говоря, касательно клипа. Бывает, что видеоряд, он немножко по смыслу не соответствует именно тексту и тому призыву, который идет в тексте. Как у вас сложились вот эти вот отношения с режиссером? Насколько отражена в видеоряде сама песня и ее смысл? Я думаю, что те люди, которые смотрят «Утренний эспрессо», оценят наш клип. Но мне кажется, что все сложилось. Потому что даже у меня мама сказала, вот, Лена, я не понимала, о чем эта песня. Вот он полтора года песни, я не понимала. Но когда я посмотрела твой клип, я поняла, о чем же все-таки эта песня. Ну что ж, мне кажется, самое время перейти от слов к музыке и к видео. Дорогие друзья, специально для Бреста и Брестской области я привезла свой новый клип на песню «Элен там». Ну что, смотрим? Да. Дорогие друзья, специально для Бреста и Бреста и Бреста и Бреста и Бреста и Бреста и Бреста. Их, видимо, не оказалось у тебя. Как же ты будешь без меня? Там, там, там Такие важные слова Не сказал Невзгоды, вены пополам Пополам Как же ты будешь без меня? Там, там, там Три дня как будто сон Так не хотелось просыпаться И думала о том Что вдруг придется расставаться В огнях пустой перрон Ответом будет на вопросы И дрогнувши вагон И дрогнувши вагон И эти слезы у меня Как же ты будешь без меня? Там, там, там Такие важные слова Не сказал Невзгоды, вены пополам Как же ты будешь без меня? Там, там, там Субтитры сделал DimaTorzok Как же ты будешь без меня? Там, там, там Такие важные слова Не сказал Ни в золи веры пополам Пополам Как же ты будешь без меня? Там, там, там Как же ты будешь без меня? Там, там, там Ну, собственно, и уехала самостоятельно. Элен, вам огромное спасибо за то, что этим утром вы все-таки к нам вырвались из своего очень плотного концертного графика. И огромное спасибо за ваш подарок нашему брестскому телезрителю. Ну что ж, еще раз спасибо. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях была Элен, солистка военного оркестра, певица белорусской эстрады. Программа «Утренний эспрессо» движется далее. Оставайтесь с нами на четверке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Барановичах открылся первый в городе центр допризывной подготовки для школьников. Он разместился в средней школе номер 15. Изучать военное дело и медицинскую помощь здесь будут учащиеся не только этого учреждения образования, но и других школ. На первых занятиях в центре побывали наши корреспонденты. Мы проходим огневую подготовку, медицинскую, строевую и теоретические занятия. Эти знания мне очень понравятся в будущем, потому что я собираюсь поступить в военно-академию на факультет ПВО. Будущему защитнику воздушных рубежей страны вместе с другими парнями предстоит изучить основы военного дела, строевую, тактическую, огневую подготовку и другие премудрости военной науки. Также их ждут занятия факультативного курса «Военный перевод». Девушки же обретут знания по уходу за больными и ранеными, попрактикуются в измерении пульса, давления. В особенностях переноса пострадавших познакомиться с техникой реанимации. Мы проходим обучение в Центре депрессивной и медицинской подготовки. Нам интересно изучать уход за больными и ранеными. Также нам нравится блочное обучение, так как мыши из ней полностью погружены в медицинские знания, не отвлекаясь от школьного процесса в Центре. На протяжении всего обучения нам ясно и хорошо доносят информацию, и самое главное, очень интересно. Эти знания нам пригодятся в жизни, и мы обязательно ими воспользуемся. Три подвальных помещения школы активно используются учащимися, которые обучаются в Центре. Здесь есть и тиры, настоящий плац, где можно отработать строевую подготовку в дождливое время. В распоряжении школьников макеты автоматов, мематическое оружие, учебные патроны и гранаты, бронежилеты, противогазы и многое другое. Содействие в оснащении Центра оказали Министерство обороны и воинские части. Сбор необходимой материально-технической базы в одном месте будет способствовать тому, что учащиеся смогут одновременно не только в теории, но и на практике освоить все учебные темы. А это, в свою очередь, позволит качеством подготовить юношей и девушек к службе в армии и оказанию первой медицинской помощи. Вместе с тем наши опытные учителя будут формировать гражданскую ответственность молодежи и готовность отстаивать интересы нашей Родины. В Центре допризывной подготовки будут заниматься учащиеся не только 15-й школы. В этом учебном году здесь пройдут обучение старшеклассники шести учреждений образования Барановичей, 273 юношей и 340 девушек. Бабье лето – это когда погода будто прощается с теплом и дарит нам последние солнечные дни. Однако, зачастую этот период сопровождается значительными перепадами температуры в течение суток. И такие перепады могут значительно сказываться на нашем самочувствии. Кстати, Андрей, мне кажется, что такая погода самая непредсказуемая и непонятная. Вот кто-то надевает куртку, кто-то комфортно себя ощущает в футболке. Так как все-таки нужно одеваться в такой период времени? Ну, например, врачи рекомендуют использовать принцип многослойности, то есть одеваться как капуста. Это позволит защититься от холода утром и снять лишние слои одежды днем. Кстати, такой лайфхак поможет и сохранить ваше здоровье, и позволит быть в тренде. Ведь многослойность сейчас очень даже в моде. Но вот что никогда не выйдет из моды, так это здоровый образ жизни. Друзья, следующая рубрика программы «Утренний фитнес», поэтому принимайте исходное положение. Мы начинаем. Приветствую вас, дорогие друзья, и мы сегодня с вами будем делать выпады. Это будут выпады в сторону. Посмотрите, мы делаем выпад. Проверяйте, что ваши стопы смотрят точно вперед. Руки выводим в стороны и поднимаемся. И здесь держим баланс. Хорошо? Работаем. Один. Потянитесь рукой к носочку. И вырастаем. Два. И вырастаем. Три. И вырастаем. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Стоп. Отсюда захватите ногу под коленом. Поднимите ее как можно выше. Отсюда выпрямляем колено. И возвращаем. Руки в стороны для равновесия. Можете убрать их перед собой. И работаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Отводим ногу в сторону. И выпрямляем колено. Один. Два. Три. Держите баланс. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И возвращаем ногу. Отлично. Опускаем. Теперь мы сделаем все то же самое в другую сторону. Приготовились. Работаем. Один. И поднимаем колено. Два. И поднимаем колено. Три. Колено. Четыре. Колено. Пять. Колено. Шесть. Колено. Семь. Еще разок. Остаемся в этом положении. Руки. Как вам удобно. И выпрямляем ногу. Восемь. Семь. Держите баланс. Вытягивайтесь вверх. Четыре. Два. Один. И отводим ножку в сторону. Делаем то же самое. Выпрямляем колено. Восемь. Семь. Шесть. Держать баланс. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Возвращаем ногу. Есть. А сейчас мы с вами сделаем еще одно упражнение, которое нам поможет растянуть заднюю поверхность бедра и ягодичную мышцу. Кладем одну ножку на другую. Тянемся тазом назад. Плечи опускаете вниз. И здесь мы еще ниже опустились. И выросли. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Отлично. Шесть. Семь. Восемь. И почувствуйте приятное натяжение задней поверхности бедра и ягодичной мышцы. Отлично. Меняем ногу. Опускаемся как на стул, который стоит сзади вас за спиной. И работаем. И работаем. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Восемь. И подтянем бедро. Супер. На этом мы с вами закончим на сегодня. Желаю вам хорошего дня. Результаты исследований доказывают, что жаворонки и совы действительно существуют. Ведь есть люди, которым сложно быть эффективными в первые рабочие часы. Зато примерно к середине дня они ощущают прилив сил и энергии. Ян, но все-таки ответь на вопрос, как лучше планировать свой день так, чтобы даже совам получать именно тот уровень продуктивности, как и у жаворонков. Андрей, ну мне кажется, здесь все достаточно просто, ведь ответ уже таится в твоем вопросе. Друзья, очень важно планировать и составлять план на свой день и очень строго его придерживаться. Ведь психологически нам проще выполнять те дела, возле которых написано 11.00, а не сделать до обеда. А еще можно попытаться разделить все задачи на творческие и рутинные. Смысл в том, чтобы на самые продуктивные часы планировать важные и сложные задачи. Ну что ж, друзья, постарайтесь придерживаться таких простых правил, чтобы работать вам было максимально комфортно. И, конечно, выполняйте рабочие задачи с удовольствием. Ну а мы переходим к следующей рубрике «Люди о людях». Сегодня в ней мы поговорим на важную тему. Почему растет число эмоционально незрелых родителей? Смотрим. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Юлия. По вашему мнению, почему в мире становится все больше эмоционально незрелых родителей? Их на самом-то деле в мире достаточно много. И на то есть причина. В том, что совсем еще в недавнем прошлом, лет 30-40, начнем с того, что раньше, отношение к детям было иное, было не принято показывать вообще эмоции и что ребята там что-то чувствуют. Также определенный травмирующий опыт, который был у многих детей еще в совсем недавнем прошлом. Это какой-то, допустим, опыт и физического насилия, который очень пропагандировался совсем еще недавно. И вопрос эмоциональной дистанции относительно родителей. Здесь и является вообще корень того, что сейчас взрослые, те дети в прошлом, а сейчас взрослые, они эмоционально незрелые. Есть определенные даже типы эмоциональной незрелости, когда родители ведут такой инфантильный образ жизни, когда они требуют излишнего внимания к себе. Также есть пассивные родители, когда они не могут эмоционально контейнировать чувства, эмоции своего ребенка. Также есть избегающий тип родителей, когда, скажем, желание отстраниться и вообще не быть включенным в проблемы ребенка. А есть еще четвертый тип – одержимые. Они, кажется, из всех четырех самые адекватные. Но в самом-то деле здесь цель родителя – стимулировать, назовем так, ребенка на достижение каких-то результатов, не учитывая желание самого ребенка, чувства, эмоции и так далее. Если распознал в себе один из этих типов, как себе помогать? Даже начнем с того, что если распознали, что ваши родители эмоционально незрелые. Принять это бывает не очень приятно, но приняв этот факт, вы не отказываетесь от родителей. Вы также их уважаете и любите. Но уже стратегия будет немножко иная по взаимодействию с ними. И она будет заключаться в том, что, во-первых, я бы посоветовала немножко отстраниться от них, даже посмотреть на своих родителей в роли исследователя, ученого. То есть посмотреть на их поведение, посмотреть на их со стороны. Здесь будет минимум эмоционального включения своего. И вы поймете вообще, почему так происходит, и даже всю систему осознаете. Второй момент. Изменить родителей не получится только одному человеку. Сформировать такую цель, изменить какое-то отдельное поведение. И обозначать. Давай договоримся, что ты не будешь вести себя так-то и так-то со мною. То есть четко обозначать, как вы бы хотели, чтобы ваш родитель эмоционально незрелый общался с вами. Очень важный еще момент – отслеживать свои эмоции и чувства. Не поддаваться на те провокации, манипуляции, которые уже привычны для взаимодействия с вами, вашим родителям. Будьте счастливым. И не стараться изменить их. Это вообще, к сожалению, невозможно, если только этого вы хотите. А любить, оставаться в роли ребенка, если вы ребенок, да, родители, предполагайте, что эмоционально незрелые. Спасибо большое, Ольга. Благодарю, Илья. Доброе утро, дорогие телезрители. А следующая информация вам очень даже понадобится. С сегодняшнего дня в Белоруссии запрещено нерафинированное подсолнечное масло «Слобода» российской компании «Эвко». Специалисты выяснили, что указанная продукция не соответствует техрегламентам Таможенного союза по показателю безопасности. Превышенный показатель перекисного числа в продукте говорит о том, что масло может быстрее портиться и терять свои полезные свойства. И даже если сроки годности в норме, то такой продукт может оказаться небезопасным для употребления в пищу. Друзья, пожалуйста, будьте внимательны к тому, как и чем вы питаетесь. Ведь это первый шаг к здоровому образу жизни. Ну а мы вам поможем еще снабдиться полезной информацией. Рубрика «Будем здоровы». Сегодня мы расскажем о пользе крыжовника. Крыжовник. Небольшой колючий кустарник с ягодами круглой или овальной формы. Его раньше называли северным виноградом. Такое название растение получило благодаря внешнему сходству. Еще известны такие названия, как берсень-крыж. По внешнему виду крыжовник не спутаешь ни с чем. Он может быть зеленым, красным, желтым, в слегка просвечивающуюся полоску. Кроме привлекательной глазу расцветки и вкусовых качеств, эта ягода имеет богатый витаминами и микроэлементами состав. В одной ягоде содержится кладезь витаминов А, Е, С, В1, В2, В3, В5, В6 и В9. Еще в своем составе плоды кустарника содержат олеиновую, линолевую, пальмитиновую, стеариновую кислоты и минералы калий, магний, кальций, железо, медь, натрий, фосфор, селен, цинк, марганец. Плоды крыжовника оказывают противовоспалительное, мочегонное и укрепляющее действие на организм. Благодаря высокому содержанию витамина С и А, крыжовник не только будет отличным дополнением к рациону, но и поможет быстрее встать на ноги при борьбе с различными заболеваниями. Калий и магний, содержащийся в этой ягоде, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Укрепляют стенки сосудов, делают их более крепкими и эластичными. Полезна эта ягода будет и при анемии. Железо и высокое содержание витамина С для его усвоения дает хороший результат. Можно включать железо в диету для профилактики железодефицитных состояний. Тем, кто мечтает похудеть, стоит присмотреться к крыжовнику. Ведь продукт ускоряет метаболизм и помогает терять лишние килограммы. Благодаря радостному гормону серотонину, ягоды северного винограда помогают лечить депрессию и поднимают настроение, укрепляют нервную систему. Внимание! Не рекомендуется употреблять крыжовник при острых формах гастрита, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенных болезней желудка, а также при индивидуальной непереносимости этой ягоды. Хранить крыжовник следует в холодильнике в сухой емкости не более двух недель. При комнатной температуре срок хранения ягод уменьшается почти в три раза. Можно замораживать. Немного полезной информации от наших коллег и мы продолжаем наш утренний эфир интересными фактами. Согласно книге рекордов Гиннеса, слово «погода» занимает четвертое место в рейтинге самых искомых слов в интернете. К счастью, нашим телезрителям ничего искать не нужно самостоятельно, ведь наши синоптики обо всем уже позаботились. Ну что ж, не будем затягивать, смотрим прогноз погоды на сегодня в Первом регионе. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие телезрители, на этом время нашего эфира завершается. Мы надеемся, что вы отлично провели время, узнали много интересного и познавательного. И пусть такое яркое начало недели будет залогом продуктивности на протяжении семи дней. Мы желаем вам сил, энтузиазма, организованности и много поводов для улыбок. На такой позитивной ноте мы прощаемся с вами. Яна Пикула, Андрей Палагин. До встречи! До свидания, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok